Всем привет на канале Олег Нестерова Брест. Ну вот, снова немножко такое разбитое у нас получится передача. Потому что никак дядя Вася то резинку на стекло не найдет, то еще что-то. Мы не можем никак собрать машину полностью, пусть нормально. Потому что запчасти все по разным гаражам. Я, да, Вася, вывозил периодически, сейчас не найдет никак резинку. Хотел сделать урок как резинку, как стекло вклеить, да, боковое. Так что передача получится интересная, с полным нарушением хронологии. Потому что снимается уже третий день ролик кусками. То одного нету, то другого нету. Ну постараюсь как-то все это скомпоновать в одну кучку. Сегодня движение такое, светофоры не отрегулированы. Я зато все не пойму никак. Постараемся сегодня собрать хотя бы, что есть. Такое сделаем, просто рабочий день тогда, а не вклеить в стоков. Немножко для разрядки тоже надо. Вот у нас тут церковь строится красивая. Все строят, никак не достроят. Тоже долгостроят. Как можно увидеть, вот в час пик у нас не сильно загружены дороги. То есть вот это уже считается сильное движение, потому что обеденный перерыв. Но все равно меня движение немножко в Бресте напрягает. Напрягает тем, что на зеленые очень долго трогаются. Буквально если вот в Ростове я ездил, там зеленый загорелся в промежутке с зеленого до красного, машин 30-40 уехало. Здесь если 10 уедут, то это считай одни шумахеры собрались, блин, на дороге. Обычно это 3-4 машины. Особенно если влево идет поворот, вообще свернуть невозможно. Благо здесь мало левых поворотов разрешенных. Здесь как-то неправильно немножко сделано движение. И водители. Водители очень боятся и не знают чего. Но никто на моргающие здесь не едут практически зеленые. Ну это, конечно, правильно. Но и когда зеленые загораются, трогаются не сразу. Не знаю почему. Ладненько, мы в гараж уже почти доехали. Но вчера не получилось стекло приклеить, потому что нет резинки. Сегодня, может, дядя Вася привезет. А сегодня мы пришли немножко подмерзли в холодного гаража. И завели вот эту печь. Очень хорошо греет. Посмотрим, за сколько минут она нагреет помещение. Конечно. Так. Ну здесь вчера мы почти уже собрали. Как бы дверки собрали. Сейчас еще стекла надо будет поменять. Вот здесь и резинку ждем, когда дядя Вася привезет. Ну и вот решили все-таки показать, как идет ход. Уже думаю, так, потому что многие ждут, там, что же с этой Ауди. Потихоньку собираем. Не знаю, до какой степени мы ее соберем. Но уже приобретает вот такой вид. Похоже на машину. Немножко. На ту сторону стекла надо. Здесь еще не поставили, потому что нет стеклышка. Здесь уже установили стекло. Ручки установили. Как бы машина приобретает свой вид. Так. Аккумулятор тут заряжается. Так. Здесь уже поставили. Здесь не ставим, потому что нет стеклышка. Надо стекло. И переднего стекла у нас нет. Поэтому рамку 6 пока сняли. Короче. Сын собрался на охоту. Ну и папа подходит его, говорит. Сынок, возьми меня на охоту. А папа без ног, инвалид. Ну нету ног. Говорит. Папа. Да как ты же пойдешь с охотой? У тебя же ног нету. Говорит. Сынок. Ты меня в рюкзак положишь и понесешь с собой. Вдруг там ну ситуация нелепая будет. Я с собой двухсволку возьму. Если что, я тебе помогу. Отстреляемся от медведя. Все-таки на медведя же идем. Ну. Да ладно, батька. Хрен с ним. Залази в рюкзак. Идут, короче, к берлоге. Подошли отец в рюкзаке. Все дела. Ну и сын. В рюкзаке ковыряется. Выбегает. Вот такой, ребят, здоровый. Все, короче. Бах. Бах. Остечка, короче. Вообще не стреляет ружье. Ну только говорит. Ладно у меня шамбата сзади. Разворачивается с задом. Батя с двух стволов. Бах. Бах. Короче, промазал. Блин, сын. Ну, беда. Все, короче. Убегает. Бежит, бежит. Ломится, короче. Медведь уже все в спину дышит. Уже ноги устали. Уже не может. Ну, что думает. Ну, жалко, батя. Ну, блин. Ну, не убежим вдвоем. Ну, что делать. Короче, скидывает рюкзак. Рюкзак падает. Без оглядки валит. Короче, раза в три. Быстрее уже побежал. Оторвался. Все. На порог крыльца запыхенный. Забегает. К мамке подходит. Че, сынок? Говорит. Ну, мамка. Нет у нас больше папки. Мамка. Ну, у вас, охотников, хрен поймешь. Пять минут назад батя приполз. Говорит. Все, мать. Нет у нас больше сына. Такая ребят. Ну, а так работа идет. Крыло то вчера домучили. Вот это крыло, на котором мы также раньше тренировались. Баллончиком красили. Так оно выглядит. Пришлось снимать всю краску, потому что подымало. Но домучили крыло. То есть еще, может, сегодня крылья поставим. Как бы работа идет потихоньку. Завтра собираемся ее уже перегнать. Освободить этот гараж. Как-то так. Ну, а сегодня все. У нас небольшая заминка вышла. Так, крылья вроде все подходит. Ну, здесь подрегулировать надо. Это крыло подходит. А вот это крыло у нас чуть-чуть встречается с капотом. Потому что вот это крепление гнутое. Крепление надо менять. Потому что мы его пытались выпрямить, но сделали еще хуже. Там еще больше зазор. В принципе-то ничего тут такого глобального нет. Крылья сходятся с капотом, если снимаешь. То есть, почему я думаю, что именно кронштейн. Потому что когда кронштейн убираешь, все сходятся. Размеры, все попадает. Но как только прикручиваешь на кронштейн, зазор уходит. И если бы он просто немножко был неправильный, это полбеды. Но он, капот касается крыла. Это нехорошо. Поэтому надо менять крепление. Уже завтра дадут Васю. А задача-то так. Небольшой такой. Денек был. То есть, передача будет немножко такая. Там кусок, там кусок. Потому что соберу просто несколько рабочих дней в одну кучу. Ну и на пассажок расскажу. Олимпад. Жена мужу говорит. Милый, вот купила таблетки. Уголь мне выписали. Ем уже месяц. Похудела всего на 2 килограмм. Милая. Может их не есть надо? А выгружать? День вообще непонятный. Кое-что сделали. Ну, блин, недоволен. В нем. Хотя и хорошие новости есть. Альфа-Град прислал. Надо будет забрать электростанцию. Так что скоро мы ее испытаем. Испытывать, скорее всего, будем уже в том гараже. Надо только вот... Не знаю, там убрались. Нет, многие думают, что я переезжаю в гараж, в котором раньше был. Нет, это не так. Гараж будет не в том месте. Даже не в том районе. Но таких же размеров будет гараж. Очень похожий. Уютненький. Так что ждите. Много уже заказов на темы. Я думаю, будет интересно. Езжаемся еще к этим тюнингам точно заняться. Но, думаю, трайк слишком дорого будет. Хотя можно. Можно. Но что-то уже вот предложение поступило баги сделать. А мотоцикл Яблок предложили сделать первоначальный ее вид. Только переделать на 12-ти вольтовую. Там от Юпитера надо переделывать. Но там надо будет шайбу какую-то точить. Сейчас мы проскажем. Тем будет много интересных. Ожидаем. Ставим лайки, не забываем. Подписываемся на канал. Мне же очень нравится, что последние видео много лайков ставят. Огромное. Спасибо всем. Приятно, честно, приятно. Видно, что людям нравится. Ну, а то, что сегодня такой день непонятный. Уж извиняюсь. Сыплю его из нескольких съемок. Ну, так же его было. Посмотреть, чайок попить. Просто увидеть дядю Олежу. Дядя Олежа с вами как бы пообщался. Тот же след. Ну, а я домой! Показать. Миша из Владивостока. Вот. Пазлы твои все-таки собрали. Вот какие они маленькие. И сложно было собрать. Красивая очень картина. Поешь на стеночку. Очень красивая. Но собирал не я. Собирала жена с детьми. У меня не хватило бы терпения. Вот такая вот красота. Да, еще и водитель у меня вот. Всем привет. Ну, как бы планы меняются постоянно. То есть, еще такой вот подвернулся случай, что один из подписчиков, спасибо тебе огромное, привет передаю, тоже, услышав о такой ситуации, решил помочь дяде Олеже и дать в пользование свой гараж. Возможность последующего выкупа. Гараж мне понравился. 4 на 6. И гараж уже более-менее приспособлен к работе. К моей. Есть вода. Отличная. И от дома 20 минут бешен шаг. Нормально. Это кусочек новостей. Потом приклей узнать. Потом приклей.